Впечатляющее путешествие совершила Эльвира Исмогилова. Хорошо, но мало. Сколько еще за кадром осталось, судя по всему? Об этом мы узнаем совсем скоро и зададим интересные вопросы нашему гостю. Сегодня мы говорим о выставке Космодрайв. И у нас в гостях Андрей Наташкин, организатор этой выставки. Здравствуйте. Здравствуйте. И сразу первый вопрос. Кому, кроме детей, интересна эта выставка? То есть родителям, подросткам, может быть, пенсионерам? Ну, выставка однозначно направлена на детей. Они получают максимальное удовольствие от всех экспонатов, но при этом и взрослые не будут скучать, потому что помимо развлекательной части, есть также и познавательная часть. То есть выставка у нас изначально научно-развлекательная. И поэтому, как вот в репортаже могли увидеть, у каждого экспоната есть сотрудник, который рассказывает подробную информацию в доступной форме каждому посетителю. Поэтому и взрослым также будет интересно. И возникает вопрос, а эти экспонаты, они реально действующие или специально их сделали? Конечно, это экспонаты адаптированные, потому что, чтобы каждый челябинец мог пробовать это на себе, нам приходилось все это адаптировать. Но адаптировано это с максимальной точностью. То есть, к примеру, у нас есть луноход, который создан почти один в один, только в уменьшенном размере. Здорово. Да. Сколько по времени заняла выставка от проекта до идеи? То есть, наоборот, от идеи до реализации этого проекта. Чуть больше, чем полгода над проектом работала команда более 20 человек. Это и инженеры, это и копирайтеры, которые отбирали самые интересные экспонаты. Мы собрали максимально сильную команду, чтобы сделать действительно стоящий, интересный продукт. Но и в процессе мы не будем останавливаться. То есть, мы уже вот открылись, посмотрели на реакцию людей, людям нравится. Но какие-то вещи, то есть, мы видим, что можно улучшить. И в процессе выставки мы будем каждый день работать, чтобы совершенствовать ее. Наверняка вам и самому что-то очень нравится. Расскажите, эксклюзивные экспонаты присутствуют? Что это? Это полетные истребители. Таких в России три штуки. То есть, это подготовка, ну, ее используют при подготовке космонавтов. А в чем у тебя фишка? Ты садишься, видишь. Как это по ощущениям вообще? Ну, ощущения примерно такие же, как и на настоящем истребителе. То есть, это поворот на 36 градусов, универсальная платформа. Также вот из уникального это экспонат рождения звезд. Интерактивная такая проекционная большая проекция, где она специально разрабатывалась, в общем, под нас. Там показан полный цикл зарождения звезды от туманности и до последнего состояния. Ну, посмотрев сюжеты, собственно, вы рассказали, что этот аттракцион на 360 градусов вращается, эти вращательные, другие всякие элементы. Вот такой вопрос. Сколько пакетов бумажных вы заготовили для своей выставки? Много, много. То есть, может случиться все, что может случиться. Но по нашей практике дети лучше переносят такую нагрузку. Я не знаю, с чем связано. Таких берут в космонавты. Да. А противопоказания вообще есть какие-то? Кому нельзя туда? Ну, возрастные ограничения и по росту. То есть, на некоторые экспонаты у нас есть возрастные ограничения со шести лет. Плюс это рост. То есть, на два экспоната у нас там от метра сорока допускаются. То есть, любители острых новых ощущений уже смело могут идти к вам. Да. И последний вопрос все-таки. Сколько еще продлится выставка? Успеем ли мы на нее сходить? Выставка продлится до 13 мая. Так что, время есть. Если приходите, находится она в ТРК. Да, но тянуть не стоит. Не откладываем в долгий ящик. И напоминаю, что у нас в гостях был Андрей Наташкин, организатор выставки «Космодрайв». Челябинск, как слышно? Выставка приключения «Космодрайв». Послушай свой голос на Марсе. Пройди тренировку космонавта. Спаси планету. Ощути взлет ракеты. Приходи в ТРК «Гагарин парк». 29 марта. По 13 мая. Ноль плюс.